Гуру Айнгар. Айнгар одержал победу над бедностью и детскими недугами, чтобы овладеть искусством йоги и преобразовать его. Получив право в привнесении культуры йоги на Запад, он также сделал ее доступной для миллионов людей по всему миру. Путь к величию, к тому, чтобы стать легендой, усыпан разочарованиями, неудачами и тревогами. Времена испытаний на выносливость и способность выжить требуют неумолимого упорства, целеустремленности и внимания. Айнгар, который был награжден двумя высшими гражданскими наградами Индии, Падма Шри и Падма Богошан, прожил такие времена. Его жизнь стала свидетельством триумфа, который может последовать за невзгодами. После многих шагов вперед, когда оглядываешься, кажется, что вещи становятся ближе, размышлял господин Айнгар. Уже было далеко за полдень в 2014 году в Институте йоги памяти Рамамани Айнгар в Пуни, Индия. Студенты направлялись на вечерние занятия, но останавливались, когда замечали своего гуру, сидящего рядом с офисом, и собирались вокруг него, чтобы послушать. Это была редкая возможность услышать легендарные рассказы о его жизни, его успехах, его путешествии к покорению тела, интеллекта и разума. К сожалению, это был один из последних шансов услышать подобные истории, так как господин Айнгар скончался позднее, в том же году, в возрасте 95 лет. Айнгар был обычным человеком, который стремился овладеть древней из дисциплины йоги и уикавечить ее, и стал гуру. Его приход к успеху может быть описан лишь как акт сильной воли, невероятного упорства и чистого упрямства. Смиренные начинания. Родился Белур Кришнамачар Сундарараджа Айнгар 14 декабря 1918 года в крочной деревне Белур, недалеко от Бенгалора, города, который сейчас является центром современных технологий Индии. Он был болезненным ребенком с тонкими руками и ногами, выступающим животом, тяжелой головой. «Моя внешность не была привлекательной», — вспоминал господин Айнгар. Его отец умер в 1927 году, когда ему было 8 лет, оставив семью в абсолютной бедности. Было время, когда мы не могли оплатить школьные сборы, и мне не разрешали сдавать экзамены. Брат брал меня с собой просить милостыню. Несмотря на свои более поздние успехи, он четко помнил эти трудности из прошлого. Бедность, как гирлянда, осветила мой путь к знанию. Если бы я не родилась в такой бедной семье, то, наверное, ничего не достиг бы. Я благодарен за то, что бедность следовала за мной долгие годы. Из этой нищеты родилось знание. Ведение в йогу. В 1934 году господин Айнгар получил предложение от Тирумалия Кришнамачарья, уважаемого йога, который был женат на его сестре Намагири и не мог от него отказаться. Кришнамачарья, считающийся отцом современной йоги, руководил школой йоги во дворце своего покровителя Джаганмо Хана Махараджи Майсура. Он попросил господина Айнгара переехать в Майсур, чтобы помогать Намагири с домашними делами, тем самым обеспечив его судьбу. Кришнамачарья был надзирателем. Я не думаю, что он увидел во мне какой-то реальный потенциал. Он сказал, чтобы я практиковал асаны для улучшения моего здоровья, вспоминал господин Айнгар. Я с радостью согласился на это предложение. Здоровье было постоянной проблемой для меня с момента рождения. Мне понадобилось три года непрерывных упражнений йогой для того, чтобы господин Айнгар заметил отчетливые изменения в здоровье. И это вдохновило его. Мой гуруджи, Кришнамачарья, лишь изредка уделял мне внимание в этот период. Позже он научил меня основным асанам, классическим позам йоги. Я схватывал зачатки каждой асаны, практиковал самостоятельно. Изучил сложные позы, такие как врищик асана, поза скорпиона, балансирование на руках во время публичных выступлений, в которых мы обычно принимали участие. Я не знаю, что на самом деле гуруджи увидел во мне, но, думаю, он понял, что у меня есть мужество. Внутренний голос убеждал меня настаивать и продолжать. Держалась только моя воля. В 1935 году Махараджа Майсура организовал йогу, йога-демонстрацию. Господин Айнгар готовился к нему, чтобы показать некоторые асаны, но Кришнамачарья бросил ему вызов. Он попросил господина Айнгара выполнить ханума-насану, шпагат, при котором ноги разведены вперед-назад и назад. Я не имел никакого представления об этой асане. Мой гуру объяснил мне эту позу, и я понял, что она была сложной. Я сказал гуруджи, что на мне слишком узкие шорты и растянуть ноги будет сложно. Он попросил одного из своих старших учеников разрезать шорты по бокам с помощью ножниц. Затем он сказал, чтобы я сделал асану. Я ее сделал, но это привело к разрыву подколенного сухожилия, для лечения которого потребовались годы. Гуруджи был впечатлен и спросил меня, как я справился с задачей. Он сказал мне, что не думал, будто я смогу сделать эту асану, но я справился. Жетон, который я получила от Махараджи Майсура, был ничем по сравнению с этими словами похвалы от моего гуруджи. Начало йоги Айнгара. И вот я выучил ценный урок. Я понял, что попытки пополнить определенные асаны без подготовки могут причинить вред телу и разуму. Я начал развивать последовательность асан с помощью научного подхода. Разработал прогрессивный подход от простых асан к сложным. Классифицировал асаны по их эффектам, как очищение, умиротворяющее, стимулирующее, питающее и чистящее. Гуруджи зажег огонь йоги во мне, но я не изучал ее в той форме, которая существует сегодня. Я испытывал трудности и боролся. Прослеживал недостающие звенья утонченности и точности. Я разбил метод моего гуру. Таким образом, что набор асан можно практиковать, а следом за ним и другой набор с помощью выравнивания разума в асанах, объяснил господин Айнгар. Кришна Мачарья произвел неизгладимое впечатление на Айнгар. В нашем колесе йоги он был центром. Мы словно спицы катили колесо, не создавая ухабов или выбоин нем. К сожалению, невзирая на весь его интеллектуальный прогресс, его пути и настроения были непредсказуемы. Мы боялись говорить с ним и задавать ему вопросы наедине. Однако его поведение, твердая дисциплина, настойчивость, обширные знания и мощная память оставили неизгладимый след в нашей жизни. Обучение других в процессе собственного обучения. В 1936 году Махараджа Майсура отправил Кришна Мачарию и его студентов в лекционный тур по штату, ныне называемому Карнатака. Вскоре после этого доктор Гакхали, известный хирург, попросил Кришна Мачарию прислать студента на шесть месяцев в клуб декан Джимкана в Пуни для обучения йоги. Господину Айнгару было 17 лет. И он немного говорил по-английски, хотя не мог говорить на маратхе, местном языке. Однако такой выбор был признан очередным. Помимо языкового барьера, студенты колледжа часто смеялись надо мной, так как они были старше и лучше образованы, вспоминал он. Я страдал от комплекса неполноценности из-за моего шенди, пучка волос, типичного для ортодоксальных индуистских брахманов, но решил не впадать в уныние. Я упорно трудился, чтобы доказать всю ценность йоги. Срок пребывания господина Айнгара в клубе был продлен с шести месяцев до трех лет. Года, которые последовали дальше, окажутся самым темным периодом жизни господина Айнгара. Он потерял свою работу в клубе декан Джим Кана, и за исключением двух или трех студентов его преподавание практически дошло до полной остановки. Это было время испытаний, слез, неудач и тревог. Оглядываясь назад, кажется, что это был тот самый темный час перед зарей процветания, вспоминает господин Айнгар. Внутренний голос убеждал меня упорствовать и продолжать. Держалась только моя воля. Я интенсивно занимался практиками и обучал йоги любого, кто был заинтересован. Я проезжал миле на велосипеде, чтобы достичь домов своих учеников. Были дни, в которые я выживал лишь на воде из-под крана, так как все остальное не мог себе позволить. У меня не было никаких гарантий, никакой помощи, поддержки от моей семьи. Неудачи предоставили мне решимость и показали мне новый свет и свежий путь к прогрессу. Я использовал инструменты разочарования в качестве встречи новых назначений. Неудачи, тупики, разочарования укрепили мою волю следовать этому пути йоги с решимостью. И Бог богословил меня на этом пути. Среди этой борьбы за пропитание и признание в 1943 году господин Айенгар женился на Рама Амани. Мое финансовое положение было тяжелым, но давление из семьи возобладало, и мы поженились против моего суждения. «Мы отмечали нашу свадьбу на деньги, взятые в долг», — вспоминал он. «Рама Амани вначале не была знакома с искусством йоги, но вскоре она стала преданным студентом. Она быстро начала помогать мне в моей практике. У нее развелись чувственность и целебное прикосновение. Без Рама А, возможно, мой метод йоги и я сам не были бы тем, чем мы являемся на сегодняшний день». Га отмечал он. «Я обычно говорил Рама, чтобы она следила за моей позой, пока я практиковал йогу и поправляла меня. Она была моим зеркалом для достижения точной формы. Несомненно, как заявил Айенгар, Рама пожертвовала своими мечтами, чтобы он мог достигнуть своего искусства. Когда я оставил свою семью для того, чтобы учить в Европе и США, она столкнулась с множеством проблем. К примеру, в Пуни в 1962 году были массовые наводнения, и люди бросились к террасам со своим имуществом. Но единственной заботой Рама была сохранить рукопись моей книги «Свет йоги». Восхождение йоги Айенгара. Постепенно число студентов, которые хотели обучаться у господина Айенгара, увеличилось. После того, как он помог маленькой девочке излечиться от полимелита позвоночника, молва об исцеляющем прикосновении Айенгара расширилась как среди местного населения, так и в медицинских кругах. Господин Айенгар полагал, что поворотным моментом стало на 1946 год, когда он и его жена увидели похожие сны божественного провидения. С той самой ночи судьба была к нам благосклонна. Люди, страдающие от различных заболеваний, начали приходить ко мне за облегчением, вспоминал он. Примерно в это же время господин Айенгар был представлен студентом Джиду Кришнамурти, одному из величайших философов Индии. Господин Айенгар никогда не слышал о Кришнамурти. Я не читал его книг и не знал, что он был одним из величайших мыслителей XX века. Но я начал посещать его лекции в Пуни. Он любил говорить, не критикуйте и не оправдывайтесь. Он учил меня не беспокоиться, оставаться непоголюбимым из-за мнения людей. Йоги по всему миру критиковали меня за то, что они называли физической йогой. Но я четко представлял себе, что практиковал. Я никогда не чувствовал нужды в критике того, чем занимался. Даже сейчас меня совершенно не беспокоит замечание других людей. Вместо этого я сосредоточусь на развитии собственной практики. Как я и не критикую других и их системы. Кришнамурти сделал мне прекрасный комплимент, когда написал «Ты обучаешь меня йоге 20 лет. Когда бы меня не спросили, кто самый великий учитель йоги, я отправлю его или ее к тебе». Мечты Айнгара о том, чтобы сделать йогу популярной, однако достигли критического момента. Благодаря случайной встрече со знаменитым скрипачом-лордом Иегуди Менухином в 1952 году, мир узнал о йоге Айнгара. Менухин был в Бамбее и должен был встретиться с господином Айнгаром. Но почти отменил встречу. Я понял состояние его разума и убедил уделить мне пять минут. Я заставил его лечь в Шавасану, асана лежа, которая позволяет восстановить дыхание, охладить тело и разум. В этом лежачем положении, используя свои пальцы, я направила его в Шанмуххи мудро. Расположение пальцев в определенном положении на лице для блокировки чувств. «Он заснул практически на целый час», — вспоминал господин Айнгар. «Я никогда не слышал о нем прежде. Позже я осознал, что он был знаменитостью, но для меня он был еще одним человеком с физическим недугом, который я мог излечить», — говорил он. Минухин был истощен и страдал от сильного растяжения от движений смычком. Направляемый господином Айнгаром, он очень быстро улучшил свое положение и был настолько обрадован, что подарил господину Айнгару часы с гравировкой моему лучшему учителю игры на скрипке. Борьба с заблуждениями. Это пятиминутное интервью расцвело в дружбу длиной в жизнь. Минухин пригласил господина Айнгара в свой дом в штате Швейцарии, а затем в Лондон, представив его в Европе и Соединенных Штатах. Йога Айнгара готовилась к взлету, но это были трудные времена для того, чтобы представить и установить форму. Господин Айнгар обнаружил это во время своего визита в Лондон в 1954 году. Когда я прибыл на вокзал Виктории, таможеньки спросили меня о моей профессии. Я сказал, что занимаюсь йогой, и они сразу же поинтересовались, могу ли я ходить по огню, жевать стекло или глотать лезвие. Йога была неизвестна на Западе, и западная концепция йоги почти ничего с собой не представляла, вспоминал он. Менухин представил его своим друзьям, заинтересованным в форме. Это были сложные времена. Сегодня все заинтересованы, но тогда научить местных людей для любого практикующего йогу было проблематично, и йогу никто не уважал. Многие люди видели во мне цветного мужчину из бывшей британской колонии. Я столкнулся с определенной порцией дискриминации в ранний период Великобритании и США, но в то же время было много людей, показывающих мне гостеприимство и дружелюбие. Господин Айенгар начал проводить демонстрации в барах и других местах, где собирались люди и проявляли интерес к йоге. Люди курили и пили в моем присутствии, я медленно изменял их, я не требовал уважения. Я зарабатывал его, и сначала они попросили разрешения пить вино за столиками. Позже они перестали курить и пить. Это не было внезапным преображением, я был терпим. Мой внутренний голос говорил мне, не критиковать. Я поехал туда для пропаганды йоги. Господин Айенгар поехал в США по приглашению друга Минухина Ребекки Харкнис, наследницы Стандарт-Ойл. Его демонстрации, однако, были ограничены семейством Харкнис и их друзьями. Потребуется более 18 лет, чтобы йога Айенгара в конце концов повлияла на Америку. Одно из ключевых знакомств господина Айенгара произошло в 1958 году, когда он встретил и обучал королеву Бельгии Елизавету. Королеве было 84 года, когда она пригласила Айенгара, чтобы обучать ее йоги. Я начал с простых стоячих поз и холоса на позу плуг. Она не хотела останавливаться. Она хотела, чтобы я обучила ее Саламба Шершаасане, стойко на голове. Она была хрупкой, и, глядя на нее, я знал, что у нее проблемы с сердцем. Когда я попросила ее показать медицинские отчеты, она сказала, «Сэр, если у вас есть вера в йогу, зачем вы хотите увидеть мои медицинские отчеты? Если вы боитесь обучать меня стойке на голове, тогда вы можете сесть на следующий поезд к штат и присоединиться к своему другу Эйгуде, который порекомендовал вас». Я оценила ее смелость и упорство и сказал ей, «Если у вас есть смелость для стойки на голове, то у меня есть смелость обучить вас этому». После того, как она выполнила стойку на голове, я обучила ее осанам для снижения кровяного давления, вспоминал он. Господин Айенгар продолжал обучать королеву вплоть до ее смерти в 1965 году. Йога для людей. Господин Айенгар вернулся в Лондон в 1960 году. Магдалина опять по приглашению Менухина. В этот раз он хотел обучать всех, а не только знаменитостей. Менухин организовал для него занятия через азиатский музыкальный кружок, основанный господином Аяной Тевой Ангади, индийцем, поселившимся в Лондоне. В самом начале было лишь четыре студента, и нехватка средств доставили его превратить в сад позади дома Ангади в комнату для занятий. Но мало-помалу его практические демонстрации привлекали все больше людей. Йога Айенгара совершила важный культурный переход в 1960 году, когда господин Айенгар встретился с его святейшеством Папой Павлом VI. Я был благословлен на аудиенцию с ним. Мы оба обсуждали предмет йоги. Это был один из самых счастливых моментов в моей жизни. Папа взял меня за руки и благословил за хорошую работу. Его святейшество напутствовало меня словами. Вы профессор и директор йоги. Я благословляю вас всем сердцем. Я счастлив познакомиться с вами. Это было также то время, когда впервые была опубликована книга господина Айенгара «Свет йоги». Она мгновенно стала классикой, привлекающей людей к искусству йоги. Менухин написал в предисловии. Кто бы ни обладал привилегией получить внимание господина Айенгара или стать свидетелем точности, изысканности, красоты его искусства, он также знакомился с видением совершенства и невинности, которые этот человек создал впервые. Книга стала международным бестселлером и с тех пор переведена на 18 языков. Ее часто называют Библией йоги. Институт памяти Рама Амани Айенгар. Наконец, йога распространила свое влияние по всему миру. Ученики начали приезжать в Пуну для того, чтобы обучаться в форме. У господина Айенгара и его жена Рама Амани осознала необходимость создания школы йоги. Господин Айенгар использовал доходы от создания книги «Свет йоги», чтобы купить участок земли в Пуне. Но спустя три дня после инаугурации в 1973 году Рама Амани заболела и умерла. Работу продолжались, и институт в конечном итоге открыл свои двери для учеников на 1975 году. Хотя ее нет больше, я никогда не отделял себя от нее. Она всегда в моем сердце. Институт йоги, памяти Рама Амани Айенгар. «Моя дань уважения», — ей сказал он. «Сегодня тысячи учеников Айенгара приезжают в институт, чтобы изучать его уникальную концепцию йоги. Я начинал с двух учеников. Сегодня миллионы практикуют йогу. Гораз гордо», — заявил господин Айенгар. «Мои ученики преподают в школах, колледжах, центрах йоги и спортивных клубах в крупных городах США». Йога разрушила систему апартеида, так как многие южноафриканские ученики посещали мои занятия в Лондоне в начале 1960-х годов. У меня есть студенты практически всех европейских наций, как и из России и Китая. Дерево все еще разрастается, и невозможно узнать количество учеников, на которых повлияло мое обучение, но оно определенно исчисляется сотнями тысяч. Ветры йоги дуют повсюду.